Мы любим мультфильмы по разным причинам. Кому-то интереснее следить за сюжетом, кому-то за химией между персонажами, но в первую очередь каждый зритель смотрит на облик героев. Скажите, этот персонаж хороший или плохой? А этот, можно ли ожидать, что он отправится на битву с чудовищем? Правильный дизайн персонажа позволяет мгновенно считать его характер, а значит помогает зрителю лучше понять задумку автора. Независимо от техники, которую вы выбираете, будь то рисованная покадровая анимация, 3D или же стоп-моушен, важно, чтобы персонаж был простым и выразительным. На основе скетча можно сделать 2D-рик, 3D-модель или же анимационную марионетку. Мы предлагаем вам несколько правил, по которым создаются персонажи. Для начала ответьте себе на такие вопросы. Какую роль выполняет персонаж? Какому миру принадлежит герой? В каком сеттинге происходит ваша история? Какой жанр? Какие действия предстоит совершать персонажу? Как он будет двигаться? Например, это спортсмен, значит он будет легок в передвижении, и ему свойственна определенная структура, то есть некая форма. Один из способов создать форму персонажа – это выполнить ее из геометрических фигур. Базовые формы всегда вызывают определенные ассоциации. Круг вызывает ощущение мягкости и подвижности, говорит нам о доброте и заботливости героя. Квадрат ассоциируется с жесткостью и защищенностью. Он уравновешен и статичен. Треугольник говорит нам об опасности, колкости и стремительности. Эти формы можно и нужно смешивать, для того чтобы получать персонажей, которые будут вызывать разные эмоции. Например, возьмем за основу треугольник. Он будет как самой большой фигурой, так и наиболее повторяющейся. Сделаем основные формы более треугольными и добавим кое-где прямоугольники и круги. Комбинируем эти фигуры – это и будет нашей структурой. С фигурами разобрались? Поговорим о втором правиле – о силуэте персонажа. Персонаж должен быть понятен зрителю и не раздражать восприятие. Создавайте форму героя перетекаемой. Глаз должен с легкостью обвести формообразующий контур, чтобы без труда построить пятно персонажа. В узнаваемости героя на уровне силуэта могут помочь крупные детали, выходящие за формы самого туловища героя, такие как оружие, плащ, хвост, шляпа и прочее. Следуйте этому правилу, и у зрителя никогда не возникнет проблемы ответить на вопрос «Это что за покемон?» Следующее правило звучит как привлекательность. Этот термин отлично знаком любому, кто изучал 12 принципов анимации. Они вообще очень хорошо пересекаются с темой дизайна персонажей. Об этих принципах у нас на канале есть отдельный плейлист. Привлекательность определяется тем, какие чувства ваш персонаж по задумке должен вызывать у зрителя. Исходя из этого, его внешний вид будет нелепым, злобным, отталкивающим, торжественным, ехидным, дружелюбным или наивным. Внешний вид может вызывать неоднозначные чувства, и это сильно зависит от места персонажа в истории. Но для нас сейчас важна именно визуальная составляющая. Например, большие круглые глаза с крупными зрачками будут вызывать ощущение детской невинности. Квадратные же – безжизненности или механичности. Так, например, в последнее время становятся все более популярными антагонисты-перевертыши. Персонажи, о злой натуре которых мы можем только догадываться или же не узнаем об этом до самого финала. Вспомните хотя бы плюшевого мишку Лоца из третьей части «Истории игрушек» или мисс Барашкис из «Зверополиса». Четвертое правило гласит, что симметричность в дизайне выглядит скучно и статично. Возвращаемся к построению туловища из геометрических фигур. Конечно, в целом все окружающие нас существа симметричны, но если присмотреться детальнее, то полной симметрии не существует. Даже лица топовых секс-символов не симметричны. Поэтому можно сказать, что у природы есть только стремление к симметрии. Также и персонаж должен стремиться к симметрии, но не достигать ее. Стопроцентная симметричность убьет в персонажа жизнь, но иногда это можно делать, если того требует история или, возможно, ваш персонаж-робот. В таком случае асимметрично будут располагаться кнопки, лампочки и прочие детали. На досуге поиграйте с этим. Нарисуйте сначала полностью симметричного персонажа, а затем измените его, внося в геометрию персонажа хаос. Почувствуйте разницу. С основной формой мы разобрались. Пришло время для детализации. Детализация придает персонажу характерность и уникальность. У персонажа появляется индивидуальность, но не увлекайтесь. Во-первых, обилие деталей создаст лишний визуальный шум и будет попросту отвлекать зрителя. Во-вторых, чем больше деталей, тем труднее придется аниматору. Также анимацию усложняют элементы, которые имеют сложную структуру и подразумевают движение по определенным физическим законам. Волосы, ленточки, хвосты, дополнительные руки, вторая спина и прочее. Седьмое правило ведет нас к теории цвета. Здесь также, как и в случае с детализацией, важна умеренность. Не стоит использовать все цвета радуги. Иногда достаточно трех цветов или вообще нескольких оттенков одного цвета. Правильный подбор гаммы позволит узнать персонажа даже без его формы. Как же здесь не запутаться? Один из способов подобрать цвета – это использовать цветовой круг Иттана. Согласно ему, всего есть три первичных цвета – красный, синий и желтый. Три вторичных, которые получились от смешивания первичных – зеленый, оранжевый и фиолетовый. И шесть третичных – зелено-желтый, красно-оранжевый и другие. Пользоваться этим кругом весьма просто. Если мы возьмем два противоположных цвета, то получим комплементарную пару. Это будет два максимально контрастных цвета. Аналоговые цвета находятся на круге рядом. Если вам нужно три контрастных цвета, то используйте треугольную схему, просто выбрав любые цвета на углах равнобедренного или равностороннего треугольника. Монохромная схема использует оттенки одного из цветов круга. А если вы придумываете нуарного персонажа, то вам подойдет ахроматическая схема, включающая в себя черный, белый и оттенки серого. Наконец-то наш скетч готов. Персонаж уже выглядит интересно и хочется увидеть его в действии. Что делать дальше? После того, как форма персонажа готова, создается модельный лист или моделщит. Это нужно для того, чтобы моделеру было проще подготавливать вашего персонажа для анимации. Необходимо нарисовать профиль и фаз персонажа. Далее следует сделать несколько поз. Это нужно для понимания того, как персонаж будет меняться внешне во время движения, как он будет себя вести и как будет выражать эмоции. Простому персонажу хватит профиля и фаза. Но если герой сложный и имеет множество деталей, то в моделщит добавляется больше разворотов. Три четверти спереди, вид сзади, три четверти сзади. Кстати, не бойтесь пользоваться референсами на всех этапах создания персонажа. Это базовый инструмент любого художника. Теперь задаем вопрос, как охарактеризовать персонажа. На этом этапе должно стать ясно, как будут выглядеть движения и выражения эмоций. Необходимо выпрямить все согнутые в естественном состоянии элементы, расположить на поверхности тела дополнительные детали, чтобы было понятно, как они будут выглядеть при полуповоротах. Показываем все крайние положения, измеряемых при движении персонажа элементов. Можно приложить уточняющие крупные планы, например, лицо, где будет уточняться форма носа или глаз, чтобы моделлер все понял однозначно и в соответствии с вашей задумкой. Также это поможет моделлеру понять, где будут впадины на теле персонажа, а где выпуклости, чтобы не делать все плоским по умолчанию. Интересный факт. Глаза человека с возрастом не меняют размер в отличие от головы, поэтому у ребенка они кажутся крупнее по сравнению с головой, чем у взрослого. Следовательно, чем моложе персонаж, тем больше ему надо нарисовать глаза относительно головы. Также на моделлшите желательно показать, насколько у героя выражены сквош и стрейч, как тело, так и его деталей. Это покажет степень подвижности персонажа и отразит степень его раскрепощения. Важно понимать, что на любом проекте работают больше одного аниматора и моделлера, каждый из которых должен работать в одном стиле. Моделлер и аниматор понимают, что если на моделлшите дана какая-то информация, то эта информация важна. В то же время, если вы не покажете что-то на моделлшите, то, скорее всего, это ускользнет из вида моделлера и аниматора, и потом придется исправлять ошибки. Поэтому важно ничего не упустить. Помните, что предложенные нами правила работают в любом стиле и любой технике. А напоследок, вот вам упражнение, которое поможет разнообразить геометрию ваших персонажей. Его можно выполнять как на бумаге, так и на компьютере. Заполните лист самыми разными геометрическими фигурами и пятнами, так, чтобы между ними оставалось как можно меньше места. Заполнили? Теперь найдите в каждом пятне какое-нибудь лицо. Пусть все эмоции будут разными, с разными пропорциями и чертами. Делитесь результатами в комментариях. Увидимся в следующих роликах.